Южный Сахалинск Аккуратизация пройдет тяжелее, но у нас были запланированы командные выезды, также мой горный воздух, и это помогло команде перестроиться, и было выступать здесь в одно удовольствие. Для меня было большой честью представлять свой остров на таком престижном чемпионате Европы. Для меня была большая ответственность участвовать в этом чемпионате. Для меня было приятно вернуться на Сахалин и защищать цвета своего клуба. Одно из самых завоевающих событий в этом сезоне дальневосточная дерби, как стейфуну, так и саму стультигу для всей команды. Они были очень эмоциональны, и мы проявили в себя их на максимальных скоростях, на полной самоотдаче, на, можно сказать, на... Перелете, первую игру проиграли, домашнюю с Хабаровском, вот и с ней, выездную, выездную с Хабаровском проиграли. На второй матч подготовились, и все команды собрались и победили. С тайфуном... С тайфуном все было гораздо легче, потому что мы уже были на Дальнем Востоке, уже акклиматизировались, сразу прилетели. Были тяжелые игры. Как бы с этим спорить не надо. Отмечу, что вторую игру с тайфуном мы проигрывали со счетом 3-1, и в итоге выиграли со счетом 4-3, как и первую игру. Это очень сказалось на командном духе и настроен на следующие игры. С Красной Армией я запомнил эту игру. Да, ну, где я вальнулся 30 секунд, да? Да, да, тот самый момент, точно, да. Это самый запоминающий момент был. Да, было приятно, ждите, трянулся. И когда ты с русскими битцами еще, да, вальнулся за 20 секунд, да? Да, жило, тоже прикольно. Вот. У меня была ситуация, когда мы с ребятами гуляли в торговом центре, к нам подходили болельщики и просили с нами фотографироваться. Это, конечно, было, безусловно, очень приятно, что мы не безразличны, то, как мы играем. Это меня очень удивило и в правом индустрии. Самый приятный момент – это когда после победы к нам приходит много болельщиков, особенно детей, давит нам какие-то свои подарки, поделки. И просто приятно смотреть на их улыбки, они очень рады. И это нас также очень сильно радует. И мы все понимаем, что мы играем в первую очередь для них, для их настроения, для их улыбки. В этом сезоне мне очень запомнилось новое день рождения, когда меня потравило очень много болельщиков. что после игры подарили мне торт, подарок. И много человек написал мне в сообщениях. И хочу сказать им огромное спасибо за поддержку и за то, что поддерживали мастерство. В этом году я впервые поучаствовал в необычном событии – в матче против детей. Он мне запомнился веселым настроением и необычными конкурсами. До этого у меня не было такого. Это мой первый опыт. И это очень забавно. И я бы хотел, чтобы в будущем было больше таких матчей. Во-первых, это весело для нас и для болельщиков. Сезон был многообещающий. Команда поставила сначала цель не проигрывать всем. Но в своей хорошей игре доказали, что можем биться за восьмерку. Немножко не хватило. Команда была очень хорошая, сплоченная. Все бились друг за друга. Но сезон был первый для меня. Первое, что хочется сказать спасибо тренерскому штабу за то, что дали возможность играть, дали шанс. И команде за то, что помогли мне раскрыться. Дали игровое время. Хочется сказать большое спасибо команде за то, что дали мне возможность показать себя и добиться уже каких-то маленьких достижений молодежной хоккейной лиги, так как это мой первый сезон. Хочется еще сказать спасибо большое болельщикам за их теплую поддержку. Нам было очень приятно играть на домашней арене. И это было не забываемо. Хочется сказать одну историю, которая связывает нас с Яном. Мы живем с ним в одной комнате. И бывают такие моменты, когда... Ну, Янухоймин. Не навсегда, но... Да, он покидает эту комнату. И... И в это время без него я понимаю, как тяжело, ну, и невыносимо вот эти вот чувства испытывать, когда его нет. Но когда он возвращается, я понимаю, что все будет хорошо. И в дальнейшем, в дальнейшем, мне будет легче переживать такие расставания, я надеюсь. Ну, вот я думаю, что вот именно в такие моменты, ну, может понять, что такое настоящее будет. Как бы ни сложилась судьба, хотелось бы продолжить наши хорошие отношения с Денисом Пяткиным. Ну, и надеюсь, мы будем еще в следующем сезоне праздник. Надеюсь. Было бы очень здорово. Было бы здорово. Спасибо, братишка. Да? Ну, хочется поблагодарить болельщиков, в первую очередь, за то, что приходили на игры. В трудные моменты, когда вратаре играли, выкрикивали наши имена. Это помогало нам. И в целом, спасибо, что поддерживаете. Хочется сказать спасибо болельщикам, как бы, за то публическое, которое ходил на матч, в атмосферку, которое создавали. То есть, всегда приятно, когда такое количество поддерживают командово. То есть, город небольшой. Столько людей любят хоккей, отдаются ему, занимаются в хоккее, болеют за любимую команду. Надеюсь, это будет продолжаться бончей. Я думаю, что этот сезон оставил хороший след в моей карьере. Мне очень нравилось играть. Очень приятно. Чувствую такую поддержку своего болельщика. Но я думаю, далеко не во всех клубах приходится только народу организовывать разные встречи с болельщиками. Больше всего мне запомнилась наша поездка на море, и я не глядил в таких местах. На столе мне было очень комфортно. Я чувствовал себя здесь, как будто я дома. Так случилось в моей жизни, что на некоторое время я выпал из игрового и тренировочного процесса. Но после восстановления клуб «Сахалинские акулы» дал мне второй шанс продолжить заниматься любимым делом. И хочу поблагодарить за это трениров и все руководство клуба «Сахалинские акулы». Всем огромное спасибо. Хочу бы сказать огромное спасибо нашим болельщикам за то, что они всегда нас поддерживали, помогали нам в трудную минуту и не отказывались от нас в момент поражения. Мы будем очень сильно по вам скучать. Спасибо за такой теплый прием. Хотелось бы отдельно поблагодарить организаторов домашних матчей. У нас без них бы никогда ничего не получилось. Спасибо.